всем привет друзья вы на канале воин и тут вы узнаете самые свежие новости из мира бокса и ммэй на канале выпуске уходит каждый день и без рекламы всем приятного просмотра погнали промоутер эдди хирн уверен что им с бобом аромом удастся в 2021 году устроить диалоги между энтони джошуа и тайсоном фьюри я уже обсуждал с бобом аромом разные вещи но фьюри и джошуа самое амбициозное событие для каждого из нас мы хотим все обсудить но при этом эй джей сначала нужно позаботиться о пулеве а фьюри об уайлдере я крайне уверен что 2021 году вы увидите две версии поединка фьюри и джошуа мы с аромом уже на грани того чтобы заверить сделку это еще не сделано но разговоры идут только в положительном русле в 2021 году вы увидите диалогию этих боксеров менеджер дерека чесоры дэвид хэй поделился ожиданиями от боя между александром усиком и его подопечным усик будет боксировать с парнем который проиграл в девяти боях он наверное думает что можешь не беспокоиться но александр не знает как противостоять чесоре ведь тот боксирует необычном стиле дэрек выбрасывает очень непредсказуемые неудобные удары я видел как соперники замирали из-за его непредсказуемых действий но и главное преимущество размер и агрессия александр усик не прислушался к дэреку чесоре британец на днях наконец-то ответил на серию видеообращений усика записав собственный ролик чесора заверил что с ним все в порядке и попросил усика больше его не беспокоить тем не менее усик решил посвятить своему оппоненту еще одно видео александр уже с фирменными криками обратился к чесоре делаю упражнение на укрепление пресса дэрек и ху-ху-ху-ху фу-ху-ху Для меня он больше не является вызовом. Я побил его дважды, хотя в первый раз дали ничью. Но если это сулит мне большой бизнес, я буду драться. Тренер Сергея Деревяченко Андрей Розье рассказал о подготовке к поединку против Джермала Чарла. «Самый простой способ не попасться в нокдаун, не пропустить. Я работал над тем, чтобы Деревяченко не был медленным в начале. Оба этих молодых человека имеют удар. Они должны быть осторожными. Я ожидаю 12 тяжелых раунда. Я готовлю Сергея, чтобы его не поймали. Вы же не хотите, чтобы ваш парень получил удар во время своего удара». Сам Сергей Деревяченко рассказал о важности завоевания звания чемпиона. «Конечно, это много значит. Не думаю об этом, как о третьей попытке завоевать пояс. Я просто сфокусирую на том, что могу получить пояс после этого боя. Я готовлюсь к каждому поединку. Это моя мечта. Конечно, если я завоюю пояс, это будет много значить. Я буду так счастлив. Буду чувствовать себя суперменом». Джермал Чарла прокомментировал свой предстоящий бой. «Я сказал своей жене не волноваться, поскольку я собираюсь подраться и притащить домой немного динжат. Я считаю себя лучшим в мире и уверен, что Сергей думает так же. Я не вылезал из зала с февраля. Я действительно хотел этого боя, поэтому сказал Элу Хейману и Ронни Шилдсу, что мне нужен вызов. Хочу, чтобы мне дали возможность. Я готов к тому, что бой пройдет всю дистанцию. Если он не удержит мой удар, я прикончу его». Эдрен Бронер подтвердил, что его следующим соперником станет Иван Редкач. «Я с радостью выйду в ринг и остановлю его. Это будет хороший бой, особенно после двухлетнего простоя. Я не переживаю ни о чем, только о правильном гонораре. Мы организуем чертовский классный поединок, и я собираюсь его. Он об этом просит. Он умоляет об этом». Теофимо Лопес рассказал, что намерен стать абсолютным чемпионом в легком весе, побив Василия Ломаченко, а затем нацелился на такое же звание в первом полсреднем весе. «Однозначно, я хочу встретиться с победителем боя Джош Тейлор Хосе Рамирос. А что, почему бы не стать сначала абсолютным чемпионом в легком, а затем и в первом полусреднем? Я люблю выходить на ринг и творить историю, создавать свое наследие». Президент топ-рэнк Тодд Дебеф, чья промоутерская компания ведет дела Терренса Крофорда, заявил, что они находятся на завершающей стадии организации поединка с Кэллом Бруком. Как сообщается, предположительная дата боя – 14 ноября, тогда как место проведения должен стать МГМ Грант в Лас-Вегасе. Однако локация еще может поменяться, в зависимости от ограничительных мер из-за ковида-19. 27 сентября в Казани состоится вечер бокса, организованной Федерацией бокса Республики Татарстан, который возглавит бой между Бабиржаном Маминовым и Вагенаком Тамразяном. Последний бой Маминова состоялся в июне этого года в США, где он победил по очкам американца Камерона Крайля. А на этом у меня все, друзья. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Также не забывайте подписываться на канал с оповещением и ставить ваши бойцовские лайки, они очень помогают каналу. Всем крепкого здоровья, удачи во всем и увидимся завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok